здравствуйте друзья и подписчики канала people life меня зовут алексей курбан со мной на связи уже по традицию в конце недели таролог людмила хаматовская людмила здравствуйте здравствуйте алексей людмила у нас как всегда к вам несколько вопросов чуть чуть больше хотелось бы получить на них ответы и попытаться сориентироваться в ближайшем будущем и так приступим западные чиновники сообщают что россия уже вывела большинство своих офицеров из оккупированных оккупированного херсон и укрепляет там свои оборонительные позиции на другой стороне днепра вопрос к вашим картам таро путин ждет саммита g20 чтобы определиться с херсоном да я не думаю что он ждет g20 как бы лишь решение по херсону но принято да его скрывает но она уже принято это решение решение путина но решение оставить город за собой нет я не вижу что города ставить за собой там не это не о том что там не будут бои бои будут но то что они понимают что им придется отступить это сто процентов благодарю на запорожской аэс сейчас происходят очень плохие события она опять обесточена специалисты говорят что в течение двух недель может быть катастрофа это и есть может быть та самая грязная бомба которой говорили нет это не так грязная бомба здесь это точно нет если мы посмотрим по катастрофе на запорожской аэс там катастрофы не будет благодарю у нас ноябрь в принципе очень такой насыщенный и интенсивный месяц как ваши карты видят что ожидает украину в этом месяце в общем сложный месяц который в принципе принесет какие-то победы придет принесет какие-то разочарования ну но в любом случае это продуктивный месяц когда и знаете будут и хорошие новости то есть я бы сказала динамичные быстрый месяц на выходе если мы посмотрим и потом скажем что да он был сложный но на самом деле это месяц который то ли рывок дал то ли вообще вот как бы дал да вот этот момент подготовки да вот какой-то глобальной подготовки поэтому несмотря на все вот невзгоды принципе это будет не самый хуже месяц какой был нас за время войны что что уже радует их было немало плохих месяцев хорошо еще пара вопросов какой в принципе видят ситуацию на юге нашей страны вашей карты торгов ближайший месяц николаевская одесская херсонская области смотрите если мы объединяем вот эти все месяца до тоже у меня не самый хуже прогноз какой только можно сделать потому что принципе такое стабильное состояние получение конкретно по по этим областям там какое-то оборудование я так могу пофантазировать что это будут защиты разного рода и идет какая-то кардинальная смена обстановки о чем это кардинальная смена обстановки о том что там как-то должно стать чуть-чуть легче именно в этих напряжениях будут ли прилеты я все-таки думаю что они будут если мы смотрим одесскую область отдельно от николаевской то сейчас у нас одесса как-то активируется плане чего плане того что как-то со всех сторон что называется наваливается я так будут прилеты и здесь еще она же является предметом торга в этом случае николаевская вот как есть таки будет то есть не хуже не лучше и в принципе стабильная и опять же если мы сможем смотрим на запорожье как на южную область здесь и по запорожью та же история там конечно будут какие-то движ плане как-то будет пытаться наступать и не вижу здесь развязки да вот как бы попытки есть развязки нет поэтому я бы сказала что пока давайте пусть оно так побудет как есть оно таки будет но сказать что где-то глобально катастрофа или вот глобально что-то там разнесут пух и прах этого точно не благодарю следующий вопрос зеленский заявил что украина не будет брать участие в саммите g20 если там будет путин видит ли ваш карт таро на этом на этом саммите владимира путина не в зеленского не в путина нет решений вот вот на сегодня решение нет я насколько понимаю там переговоры ведутся и что зеленского что путина склоняют к тому чтобы они там были то есть переговоры сейчас ведутся я не верю все таки на этом этапе вы встречу потому что как бы развития нет поэтому будет ли путин по идее путин должен быть но встречи двух президентов я не вижу благодарю так а в принципе еще как как дополнительный самый важный вопрос на об этом саммите этот сами g20 15 ноября произойдет он принесет украине что-то хорошее что-то полезное даже если предположим наш президент туда не поедет в любом случае там что-то хорошее что-то полезные виде оружия для украины там будет вторая история там заключаются какие-то договора в виде вложений в украину и это не обложение на уровне войны это больше об строительстве провидного не украинской так что то вот вот сейчас они будут приниматься принципе украина будет довольна этим сам сами там потому что получим все что хотели даже больше так что украине все отлично так следующий вопрос центральная и южная области украины могут остаться без света на несколько недель так заявили в офисе президента видят ли ваш карты blackout в стране в этой части центральной и южной отключения будут но там не будет вот как бы ночь но ночная этого не будет отключением где там экономию нам показывают показывают что даже прям будут следить чтобы там все было вовремя но отключения полного здесь все-таки нет ни в центре не в на юге просто наша обыденная ситуация военная хорошо пара вопросов еще о том что же творится в мордоре вопрос что произойдет в россии в ноябре возможно ли там возможно ли там смена власти конкретно в этом месяце подготовка к смены власти там точно идет как по мне ну не угнаете чуть чуть не дотягивая чтобы она там была но потому что чересчур император защищенный вот в этом прикол поэтому это может будет чуть чуть позже как варианты зимой но подготовка там огромные вот просто на всех уровнях идет огромная подготовка интересный переворот или все-таки может быть легитимная смена власти это вот вот давайте проще вопрос можно ли путина силой снять с трона я насколько понимаю что сейчас это уже можно сейчас это можно я здесь на ваш вопрос который вы задавали чуть-чуть ранее это переворот или легитимные смена власти конечно на преподнесу что это легитимные смена власть классика классический подход русской политики хорошо чуть такой сложноватый вопрос небольшую вводную информацию в виду не только простые обыватели но и квалифицированные специалисты немножко путают понятие раскол элит и грызня элит раскол элит это когда противостояние больших групп по политическим вопросам а грызня элит это когда происходит борьба маленьких групп по часть частным вопросом сейчас в кремле на фоне этого всего подготовки переворот и так дальше происходит раскол элитных масс или все-таки борьба кланов там есть и раскол элитных масс в масс в плане чего потому что старые элитные массы как вы называете перестают существовать то есть там вот идет такая перетрубация если мы смотрим первое было раскол а второе как называлась грязня элитных майя то и грязня там тоже идет как бы одно оно другое не мешает одно другому поэтому есть одно и другое но хорошая история как по мне для украины то что умирают какие-то там элиты внутри вот этих элит так что ждем новостей и позитивных позитивного исхода этих этой грызни и раскола который там на руку хорошо руководство российской федерации об этом говорила нью-йорк-таймс и сообщается что путин не участвовал в этих обсуждениях как как ваши карты видят это может быть заговором генералов российской генералов российской федерации о котором все говорят я не вижу здесь заговора я скажу больше заговора никакого не было нам так преподносит информацию то есть здесь конкретно скажи информации и был ли там путин да он там был все-таки и сложно разбирать какую-то разбирать информацию когда она вся перепереврана вранье на вранье и сложно понять где правда даже если пытаешься посмотреть с такой стороны как карта втором хорошо еще один вопрос на тему путина вторжение в украину лоббировал не путин а патрушев и бортников об этом сообщают new york times также если это так то какова роль путина тогда возможно с его уходом от власти ничего не поменяется и нашу страну дальше будут терроризировать вот здесь я соглашусь то есть патрушев и бортников стояли во главе войны это я согласен но я не могу сказать что путин стоял в стороне он был с ними в полиции как вариант они его подначивали он их слушал и принимал решение поэтому я не могу сказать что сбоку припеку я могу сказать что это одна шайка лейка благодарю следующий вопрос он предпоследний немного неприятный но не озвучить не могу оккупанты повесили женщину здание суда сюда из-за ее слов что скадовск это украина об этом пишет financial times наверняка это источник это которому можно доверять серьезно серьезные все все всемирные сми что еще происходит на тех территориях времена оккупированных бердянская херсонской области что еще не скрыто и может ли она быть стать явным ну там людям действительно трудно их без конца унижают и убивают требуют исполнения каких-то их законов и при этом я не ничего нового не скажу то есть все это скрывается как вариант да вот когда идет освобождение то тогда и огромное количество захоронений и всего то есть примерно та же история ничего там кардинально не поменялось то есть насилие есть и скрытие того что они делают людям трудно прискорбно последний вопрос каким ваш карты таро видят рождественская новогодний рождественский период он ну чуть меньше чем через два месяца в стране и кажется в разговоре с вами мы говорили о том что январь декабрь и конец декабря и начало января будет сложным как как видят карты сейчас я не могу сказать что он будет легким даже нами карты дали десятку жезлов как бы нам сразу сказали что это сложно и при этом активируется как-то вообще действия я так понимаю на фронте так что принципе кардинально на фронте ничего не меняется и для украины он сложный проблемы там у нас со светом остается но люди все равно будут праздновать как нам показывает что праздник все равно будет жизнь все равно будет восторжествует над темнотой благодарю людмила пока что все у меня закончились вопросы спасибо вам большое за время спасибо вашим картам за энергию с нами на встрече на skype связь была таролок людмила хомутовская если у вас есть вопросы задавайте ей все ссылки мы оставим под этим видео также оставляйте вопросы в комментариях и не забудьте подписаться на канал people life до встречи в новых видео пока до встречи в новых встреч